Одесская область по уровню распространения ВИЧ-инфекции стоит на первых позициях в стране. Это обусловлено рядом причин. Наверное, с большой миграцией людей связано это, с приезжающими сюда на отдых, либо по работе иностранными гражданами. То есть слишком большой обмен людьми происходит, и, наверное, не все люди соблюдают те правила, которые необходимо соблюдать. Чаще всего вирус иммунодефицита человека передается половым путем или во время переливания крови. Заболевание не передается через бытовые предметы и воздушно-капельным путем. Однако при малейшем подозрении на заражение необходимо сдать анализ. Этот анализ делается совершенно бесплатно, совершенно инкогнито. Это медицинская тайна. И производят его в нашей больнице только происходит забор крови в лабораториях поликлиники стационара. И дальше мы отправляем его в вирусологическую лабораторию в Одессе, где анализ исполняется и далее нам по прописке чека сообщают о результате. Совершенно инкогнито, тайно, чтобы люди не переживали и не боялись, что это будет доступно огласке. Поэтому еще раз повторюсь, всем тем, кто что-то подозревает или хочет просто профилактически обследоваться, необходимо прийти в поликлинику, в лабораторию и сдать кровь на ВИЧ совершенно бесплатно. Если результат оказался положительным, пациент становится на учет в кабинете доверия городской поликлиники. В данном кабинете доверия работает многоопытный врач Петрова Елена Дмитриевна, которая пользуется заслуженным авторитетом среди своих пациентов. На учете у нашего врача в данном кабинете состоит 695 человек, из которых 240 человек – это больные с ПИДом и, соответственно, 455 человек – это больные ВИЧ-инфекцией. Пациенты с ВИЧ-спидом в рамках трех программ по лечению и реабилитации больных получают бесплатно антиретровирусную терапию. На сегодняшний день таких людей в Черноморске порядка 350 человек. Первая программа – это программа МОЗ, Министерство организации здравоохранения Украины, бюджетная организация, в которой участвует 182 пациента из нашего города. Вторая программа – это глобальный фонд, который также перечисляет средства, и в этой программе участвует 108 человек, 108 пациентов нашего города. И третья программа – новая, которая называется ПЕП-ФАР. Это программа, которая курируется, насколько мне известно, американским президентом, которая также направлена на борьбу с СПИДом и ВИЧ-инфекцией в нашем государстве. В рамках целевой программы из бюджета города выделяются средства на проведение обследований жителей Черноморска. Это позволяет составить достаточно четкую картину по уровню заболевания ВИЧ-спидом. В 2016 году у нас обследовано практически 3,5 тысячи человек. Для города это достаточное количество. За 10 месяцев 2017 – это порядка 3028 человек, то есть еще 2 месяца есть впереди. Если пересчитать на весь город, процент примерно в 2016 году обследуемых 4,72, и вот сейчас за 10 месяцев 4,49, 5% считается совершенно правильным, достаточным количеством и четко показывает именно то количество заболевших на жителей громады. То есть приближение к 5% обследуемого населения – это норма, это правило, чего, конечно, нет в других районах области, потому что у некоторых до 3,5 доходит, а у некоторых есть 0,1%, 1% обследуемых всего населения. Соответственно, выявляемость меньше, соответственно, и качество жизни у этих людей хуже, потому что они не имеют возможности получать дополнительные препараты. Программа у нас это действует, она продлевается у нас и на 2018 год, поэтому, наверное, сегодня хочу сказать, для тех, кто не обследован, пожалуйста, приходите и обследуйтесь. А те, кто получили, не дай бог, позитивный результат, приходите в кабинет доверия, и вы получите бесплатный препарат. В этом году от СПИДа в нашем городе умерли около 20 человек, стоящих на учете в кабинете доверия. Вирусом иммунодефицита может заразиться любой, вне зависимости от пола, возраста или социального статуса. Поэтому к своему здоровью нужно относиться ответственно и в случае необходимости не отказываться от диагностирования и лечения.